Опять же, от ситуации, иногда нужно чеснок пропустить через чеснокодавку, я люблю резанный. Вот не люблю, когда все пахнет чесноком. Так, берем дораду, откладываю, кладем в рыбку. Так, все, специи закладываем. Вот их по-хорошему бы, по-хорошему прокалить на сковородочке. Тогда специи откроются хорошо, но сейчас мангал у нас пока еще не работает, мы его еще не разожгли. Поэтому кладем так, я думаю, температуры, которая будет при выпекании рыбы, будет достаточно для того, чтобы все это заиграло. Так, нам нужен еще лимон. Лимон у нас уже в руках. Так, берем, режем пополам. Половинка нам нужна будет для того, чтобы полить на рыбу. Нам нужно его порезать. Сильно можно толсто не резать. Много лимона нам не надо. Я думаю, этого будет достаточно. Так, кладем лимон. Хотите, покажу? Сейчас покажу. Так, салфетку уберу, будет без салфетки красивее. Так, убираем салфетку, будет сейчас очень красивее. Рыбка. Кладем у нее лимон. Лимон. В общем, здесь теперь живет семья лимонов. Все. И мы хотели чернослив. Чернослив, вот он у нас. Так, и нужно будет все это дело. Я думаю, вот такого количества будет достаточно. Сильно тоже его... Хотя я даже и резать не буду. Так, все. Теперь в этой дораде живет еще и семья черносливов. Так, это убираем. Нужно чуть-чуть посолить. Соль крупная. Можно смело посолить рыбу сверху. Внутри мы уже как бы ее... Поэтому сильно... Соли не жалейте. Поперчим. Я без черного перца тоже практически не могу. Поперчили раз. С одной стороны. Поперчили с другой стороны. Так, теперь нам нужна фольга. А для этого чистые руки. Фольга у нас вот. Фольги, наверное, нужно, чтобы раза два она обернула рыбу. Сейчас будем смотреть по ситуации, что будет получаться у нас. Сюда положим соль. Даже начну, чтобы не забыть. Мы же уже начинаем создавать саркофаг для рыбы. Просто раскладываем соль. Ничего в этом сложного нет. Все очень просто. Так, ну, нижнюю площадку мы уже сделали. Теперь нам нужно заняться мангалом. Так, ну, продолжаем с рыбой. Берем рыбку. Кладем на площадку, которая у нас получилась. Кладем. Лимон кладем сверху. Так, и нам нужно рыбу закрыть сверху. Полностью прям как... Чтобы получилось как будто саркофаг. Так. В принципе, хвост и голову можно не закрывать, но лучше закрыть. Так, распределяем все это на рыбе. Так. Из этого и выкручиваемся. Так. Подгибаем. Сейчас будет самое интересное. Отрываем. Укутываем окончательно рыбку. И будем знать, где у нас вверх, где у нас вниз. Вот этой стороной я положу вверх. Все, наш снаряд готов. Как вы помните, на этой стороне я чистил и начинял рыбу. Поэтому я просто поменяю сторону. Не обижайтесь на меня. Будет не другая доска, а просто другая сторона. Потому что мы переходим к прекрасному второму блюду нашей передачи. Это прекрасный итальянский салат. Он называется панцанелла. Причем, когда я узнал этот рецепт, я подумал, хм, странный рецепт. Мы такой рецепт, ну, не такой, но, в принципе, похожий делали когда-то очень давно еще. Когда я был маленьким, правда, ну, практически с такими же продуктами, только в другой форме. Нам в первую очередь нужен хлеб. Хлеб можно использовать, в принципе, любой. Считается, ну, по легенде, этот великолепный салат готовился итальянцами, крестьянами. Они один раз в неделю пекли хлеб. Так, ну, это трудозатратно. И, правда, процесс занимает очень много времени. Вот они его пекли один день в неделю, а потом этот хлеб с каждым днем черствел, черствел, черствел. И вот они придумали такой салат. Помидоры, в принципе, основа для него – это помидоры. И сушеный хлеб. Поэтому первым делом мы посушим хлеб. Естественно, сушить мы его будем на мангале. Отложу поближе, чтобы далеко за ним еще раз не бегать. Просто выкладываем кусочки хлеба. Ничего сложного в этом нет. Все просто. Все просто так. Мне нужно его немного посолить и сбрызнуть оливковым маслом. У нас оливковое масло. Да. Да. Немного масла. С одной стороны решетку. Ну, все равно не дают. Он будет болтаться. Но, честно говоря, не вижу другого способа, как на это просто запить. Нам из него не стрелять. Поэтому просто закрываем. Чуть-чуть присаливаем. Ну, блин. Нет, так. Ну, все уже. Никуда он не денется. Все ставим на мангал. Дальше берем помидорки. Помидорки. Помидорки режем. Я возьму нож поменьше, потому что мне... Я привык работать маленьким ножом. Вот поварской он иногда нужен. Не всегда, конечно, мне. Но вот это, кстати, поварской нож. Кто не знает. Этот нож поварской называется. Этот я не знаю, как называется. Ну, тоже как-то называется, потому что у всех ножей есть имена. Так. Все достаточно быстро. Ну, или медленно. Кому как. Все, это помидорки готовы. Помидорки готовы. Кладем их в салатник. Я думаю, уже можно снять хлеб. Да. Да, видите, вот эти вот товарищи двое. Особенно двое. Подгорели. Ой, ну хлеб красивый. Смотрите, как он квадратами весь такой. О, кайф какой. Тут, между прочим, еще и кристаллики соли. То есть соль таки осталась на хлебе. Снимаем. Жалко, да? И класть вроде глупо. Я поставлю здесь краю. Но потом это нужно обязательно помыть. Так, режем хлеб. Эх, как он хрустит. Эх, как он хрустит. Нам нужен перец. Я, в принципе, вот, почему я, когда начал говорить о салате, я начал говорить о своем детстве. Мы делали дома подобный салат. Только с помидорами, с маринованными. Хочу сейчас сделать, продолжить этот рецепт, делать его. Нужен нам еще перец, но не хочу просто так перец класть. Я люблю, когда перец запечен. Поэтому я просто кладу его в угли, чтобы он чуть-чуть подрумянился, да? А сам пока перейду к луку. Берем луковицу. Лучше всего подходит красный лук. Он бывает разных сортов. Я думаю, все дачники знают, что лук, как и любой продукт, может быть разных сортов. Так, сильно не будем дремать. Нет, еще. И еще рано. Вот нам нужен красный, потому что он зачастую слаще всего. Или белый, да? Либо белый, либо красный. Потому что это сладкие сорты.